Мир не прост, совсем не прост, нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз. То, что мир не пост и не укрыться в нем от бурь и гроз, коммунальщики знали всегда. Это они, независимо от погоды, ответственны за бесперебойное снабжение дому водой, теплом, светом. 1 ноября 1988 года был учрежден профессиональный праздник работников ЖКХ. Он проводится в 3 воскресенье марта. В этом году впервые организаторы решили провести чествование победителей профессиональных конкурсов в неформальной обстановке. С песнями, танцами и даже шампанским. Ведущие праздника – заслуженные работники ЖКХ Московской области Марина Лепина и Александр Борисов. Михаил Каратаев, обычно встречаясь с героями дня на разного рода ЧП, удивился, как все похорошели. Наша сфера – это очень сложная и многогранная сфера. Ни в одной из промышленностей нет так много разных аспектов, которые требуют внимания каждый день. Обычно это отлаженный технологический процесс. У нас же технологический процесс очень плотно переплетается с людьми. А люди – это всегда новости, всегда новые веяния, всегда претензии и всегда пожелания. Так вот, я хочу пожелать, чтобы у нас всегда был налажен диалог с нашими жителями, с нашими клиентами, с нашими потребителями. 60 человек получат награды. Награждаются. Леденев Сергей Станиславович, начальный автопранспортный службы ОАО «Одинцовский водопанал». Амелина Валентина Николаевна, старший оператор ОАО «Одинцовская теплосень». Валентина Амелина признана лучшим оператором котельных Московской области. Кстати, 20 апреля будет отмечаться День труда в Подмосковье. И шесть человек из Одинцова получат почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства ЖКХ области. Людьми самоотверженного труда и доброго сердца виновников торжества назвал Александр Голубев. Наш труд должен быть достойно оценен и финансово. Я бы пожелал и руководству района, и нашим руководителям, подразделений, предприятий, акционерных обществ, не забывайте об этом. С праздником вас, дорогие мои друзья! Я вот сам родился в Одинцово, 44 года отработал в одном коллективе, и все лица, которые здесь, мне многие, многие знакомые. И очень приятно, что уже не первое десятилетие мы с вами встречаемся в этот наш весенний праздник. Всего вам доброго и низкий поклон! Не забыла отметить своих помощников и главный организатор праздника, председатель Одинцовского теркома профсоюза жизнеобеспечения, Зинаида Кузьмина. Сегодня она получила особенно много благодарностей. Такого пышного семейного праздника в роскошном зале еще не было. А каких замечательных артистов пригласили! Восхитительные детские ансамбли! Скрипач Алексей Алексеев, его назвали «Наш Паганиний». Алексей признался, что влюбился в Одинцово и недавно стал его жителем. Один из факторов выбора места жительства постоянного, это, наверное, была встреча, и что работники ЖГХ здесь хорошие. Разве забудешь от мгновения прикосновения к струнам, скрипке, виртуоза? Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин